МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В тебя уже кто-то влюбился? Да. Ты забыла? Мы с Марфой не из тех девочек, которые приходят из школы, говорят, мне сегодня Стёпа, вот сделал мне подножку, потом ещё сел на меня сверху. Наггетс, иди себе. Выбила себе два передних зуба, а ему зашивали вот здесь вот рассечённую кость, понимаешь? Это реально пушечное ядро. Это же Марфа! Не классно быть известной девочкой, с которой хотят сорвать одежду на память. А ты знаешь, сколько ты зарабатываешь? Ну, прям точно не знаю. Прилично. Партнёр проекта – кухонные машины Кенвул. Привет, меня зовут Анна Мангайт. Это программа «Женщины сверху». Наш специальный выпуск, который называется «Дочки матери», где мы встречаемся с дочками, их мамами, обсуждаем, насколько они хорошо знают друг друга. Встречаемся мы на кухне. Считается, что для женщин это обычное состояние находиться на кухне. Здесь у нас есть машина «Кенвуд Чиф Титаниум Патисье XL», которая будет нас кормить. Сегодня у нас на кухне телеведущая, певица и мама Тута Ларсон и её дочь, 11-летняя Марфа Колоскова. Они не только родственники, но и партнёры по съёмочной площадке. Вместе ведут кулинарную программу и развлекательное шоу на телеканале «Карусель». Я такой рецепт приготовила, Марфа. Закачаешься. Ура! Так вы необычная семья, вы работаете вместе, мамой и дочерью. И не каждый бы на это решился, потому что это может сгубить любые семейные отношения человеческие. На площадке вот эта история мать и дочь, она как-то отключается. Мы партнёры. И я могу быть довольно жёсткой, могу ругаться, могу требовать, могу чему-то учить. Но здесь нет скидки на то, что Марфа младшая, на то, что она мой ребёнок. Потому что, мне кажется, успех передачи заключается в том, что у каждого есть своя выраженная ниша, своя роль, и они абсолютно равноценны. И Марфа зачастую с точки зрения харизмы и активности в кадре меня затмевает. В какой ситуации мама на площадке ругается? Ну, если я торможу, бывает такое. Если я слишком много что-то ем. Нельзя? Притом, учитывая, что у вас гастрономическая программа, есть нельзя? Нет, можно, но когда мы что-то приготовили. А если Марфа ест сырые макароны или, например, муку, то, ну, это, во-первых, неэстетично. Она говорит, плохо тебе, как и её матери. Ты ещё её не кормишь? Я её не кормлю, да. Самое ужасное, что она это делает в тот момент, когда нужно что-то говорить. И вместо того, чтобы что-то говорить, она ест, а потом говорит с набитым ртом или... Люба слюной. И из-за этого у нас тормозится съёмочный процесс. А как вообще это всё началось? Ну, надо же было принять решение, что мы будем работать вместе. Нас позвали на канал просто в качестве пилота, какого-то фана, прикола. При том, что мы не особо готовим. У нас папа готовит в семье. И мы, и Марфа никогда в жизни до этого не была перед камерой. Но как только она оказалась в кадре, вдруг всем стало ясно, что это её стихия. Я совершенно не ожидала, что она так включится, и что у неё так это всё пойдёт. Я сейчас пересматриваю её первые эфиры. Мне не верится вообще, что ребёнок в 6 лет способен так работать в кадре. Я уж не говорю о том, что это занимает по 10-12 часов в день, два дня подряд. Это достаточно серьёзная нагрузка даже для взрослого человека. И вот этот маленький клопик, пупсенька, оказался настолько трудолюбивым и талантливым, что, в общем, вопросов уже ни у кого не возникало. Каково ты вообще быть профессиональной дочерью? Быть вот в роли дочери? Это же не сериал. Ну, это не сериал, но у съёмочного процесса вместе с мамой есть плюс в том, что я понимаю мамы на состоянии, когда она приходит с очередной тяжёлой работы. Состояние, так сказать, варёного пельменя. И что, ты решила, тебя это вдохновило? Тоже решила быть варёным пельменем? Почему? А почему нет? Ну, мне кажется, что благодаря этой программе мы просто имеем возможность... Ну, вообще, благодаря тому, что мы работаем вместе, мы имеем возможность видеть друг друга в каком-то ином совершенно контексте, в ином качестве и быть больше партнёрами, чем находиться вот в этой родительско-детской иерархии. Потому что, ну, Марфа видит, как я устаю, я вижу, как она здорово умеет работать. И каждый из нас находит друг в друге какие-то новые поводы для уважения. Теперь Марфа зарабатывает? Да. Ну, пока голые деньги ей на руки я не выдаю. Мы, правда, завели детскую карточку, вот, но так и не разобрались, как это работает. То есть деньги вроде лежат, а как... Да, просто какая-то такая история, что пока у ребёнка нет паспорта, он не может своими деньгами распоряжаться сам, и всё равно этим должен распоряжаться только родитель. Ну, как-то неудобно, в общем. Но если Марфа попросит у меня какие-то наличные деньги, я всегда их дам. Но пока у нас материальное вознаграждение выражается в форме каких-то подарков. То есть мы после каждого съёмочного пула идём в какой-нибудь детский магазин, и, ну, Марфа... И скупаем пол в магазинах. А ты знаешь, сколько ты зарабатываешь? Ну, прям точно не знаю. Прилично. Прилично. Да. Но есть ещё комбинация вы же, но с младшим братом и с папой. И это ещё одна модель, как бы, тоже совместного рабочего проекта. Как одно выросло из другого? Я думаю, что, во-первых, вырос Ваня, наш младший сын и брат. И поскольку жизнь моей семьи достаточно ярко представлена в соцсетях, вот, просто все увидели, какой Ваня обаятельный и клёвый. И мы его сначала просто пригласили выступить, сделать камео в еде. Вот, мы что-то там... На Новый год он приезжал на 8 марта. Да, вы же мы как червячков ели с ним. Да, да, участвовал просто... Ну, мы его интегрировали в сценарий. Вот. А потом наш папа тоже стал достаточно часто появляться. Вырос папа потом. Вырос папа тоже, да, как блогер. Он, ну, он готовит круто. И как-то это всё из хобби выросло уже в какую-то полупрофессиональную историю. И он делает рубрику в моём аккаунте, в Инстаграм, «Еда и борода», где он каждую неделю тоже готовит какое-то новое блюдо. И как-то это всё, вот, видимо, тоже оказалось неким амплуа, который телеканал «Карусель» решил возможным использовать в эфире. И мы теперь семья на ура, где в этой программе это такой дайджест досуга семейного выходного дня. Мы рассказываем о том, что можно приготовить на завтра, как сделать зарядку, во что поиграть, куда сходить. Но у нас есть ещё Лука, старший ребёнок, которому 16 лет. И когда мы начали сниматься в семейке, зрители стали писать, звонить мне в директ, стали писать, а где Лука? И стало понятно, что, ну, всё равно, несмотря на то, что мы вроде бы как в семейке играем в семью в этой программе, но нас не воспринимают как выдуманную семью, воспринимают как семью настоящую. А в нашей семье есть ещё один ребёнок. И мы очень смеёмся, мы сейчас Луку потихоньку интегрируем в проект в качестве вымышленного друга. Сниматься он не хочет, но у нас где-то его портрет появился в кадре. Или скажем, папа, от Ли Луки немного смузи. Да-да-да, мы ему где-то еды оставим. Он у нас как домовой, как предок в Момитроне, знаешь? Да, абсолютно. Но просто дело в том, что семейные проекты, особенно с детьми, они, с одной стороны, это такой момент приятия, обаятельные семьи, очаровательные родители, милые дети и так далее. Но с другой стороны, есть вот эта вот мифология эксплуатации, что вот ребенок должен в школе учиться, у него там, как мы знаем, танцы, пение, английский бассейн. Ну да. А в это время, вместо этого он должен отрабатывать пул на съемках с мамой, потом еще с мамой, папой и Ваней. Какой ты для себя, вот у тебя какая внутренняя формулировка ответа на подобные вопросы? Я не инициировала этот процесс. Я не собиралась делать у своего ребенка профессионального телеведущего и точно не планировала, что она начнет работать в 6 лет. Но поскольку жизнь подбросила нам такую возможность, мы решили от нее не отказываться. И если бы я увидела, что Марфа не справляется, что ей тяжело, что это как-то, ну, не знаю, ущемляет ее право на детство, я бы, наверное, это прекратила. Но мне кажется, что для нее это ресурс. А что значит для нее? Что для тебя это? Мама говорит ресурс. Это не очень понятно. Ну, как сказать? Съемки даже в каком-то смысле формируют меня. А как что происходит после этого? Ну, например, там в школе говорят, ой, это же Марфа. Она же с мамой, вот с самой мамой ведет программу «И не одну на карусели». Было, помню как-то я на первом этаже рассматриваю выпуск 2019 года, и тут такая подбегает девочка. Это же Марфа! Смажь и классно. Ну, на самом деле, достаточно у нас в школе это достаточно редко происходит. Такого нет, что, знаешь, там Марфа ходит с короной, и вся школа ходит за Марфой. На улице к Марфе часто дети подходят, часто ее узнают, просят сфотографироваться, там, как-то хотят прикоснуться. Ну, потому что Марфа настолько открытый и яркий человек в кадре, что всем детям сразу скажут, что мы, они дружат. Знаешь, это же такая иллюзия телевидения, близкий человек. И вот она по улице идет. Марфа ведет себя вполне профессионально, фотографируется, улыбается. Для Марфы это не является проблемой, что она известная девочка. Ну, это же классно быть известной девочкой. Скажи, ты же известная девочка. Знаешь, можно же по-разному быть известной девочкой. Не классно быть известной девочкой, с которой хотят сорвать одежду на память, или в которой тычут пальцем, или в которой расшатывают автомобиль, и она не может выехать со двора. Мы как-то очень... Мы же не Алла Пугачева, мы очень спокойные, классные девочки. Нам делают скидки в магазинах, приглашают нас на вечеринки. Вот-вот-вот. Это нам нравится. Вот есть мама, она самая известная. Ну, да. Как это сказывается вообще на семье? Как мамина известность вообще вот на всех вас? Да никак, дома она просто мама. А мы дома просто дети, а папа дома просто папа. На этом, в принципе. Ну, а кто строгий? Да никто особо не строгий. Мне вообще повезло с родителями. А то, что вот мама в свое время запустила проект с твоим участием, это как-то сформулировало твои вкусы? Например, ты хочешь быть телеведущей теперь? Ну, если честно, нет. Мне ближе изучение чего-нибудь. Или вот недавно попробовала себя в роли писателя, и мне понравилось. Марфа уже поняла, что, ну, работать телеведущей это достаточно, ну, сложно. Это такая напряженная и не самая приятная деятельность. Вот. Например, Марфа терпеть не может, когда ее причесывают. И брызгают лаком, там вот это все, там вот дергают волосы. Ну, то есть, я не знаю. Это женская фигня. Да, это вообще ей не близко. Ты уже передумала быть биологом? Я не знаю. Если честно, у меня есть парочка профессий на выбор. Скажем, биолог, вот писатель. Мне понравилось писать в книге. Ты в какой-то момент сменила абсолютно жизненный репертуар. Ты решила, что семья – это твой большой публичный, в том числе, проект. И личный, и публичный. Ну, не совсем так. Я ничего не решала нарочно. Наоборот, я скорее исходила из сложившейся ситуации. Я умею вообще хорошо рассказывать только о том, что меня саму прет. Когда я работала на MTV, это была молодежная культура, музыка, мода, не знаю, там, самовыражение. Потом у меня появились дети. И главным интересом моей жизни стала семья. И поэтому профессионально так получается, что то, чем я больше всего горю, то и становится темой, которой мне интересно зажигать других. И так и получилось. Не то, что я там сильно сказала, так, мне надоела музыка, теперь я буду, типа, мама Инстаграма. Нет. А просто так сложились обстоятельства, что это стала очень интересной темой. И я начала ее как-то так обрабатывать и в профессиональном плане тоже. Ну, а как произошло это, что ты решила конвертировать свое материнство в деньги и профессию? Когда я родился... Просто когда рождается ребенок, немножко не до этого в какой-то момент. Ты знаешь, это интересно. Когда я родился Лука, меня пригласили на маяк, старый еще маяк, который еще на Луковой работал. Ламповый. Да. Вести передачу, которая называлась «Только для взрослых». И это была передача как раз про родительство, туда приходили разные эксперты, педагоги, психологи. Это вот было, ну, 16 лет назад. И мы говорили на какие-то важные родительские темы. И мне это очень понравилось, потому что у меня было ребенку тогда месяца 2-3. У меня было огромное количество родительских вопросов. И я вдруг поняла, что, наверное, они есть не только у меня. И что классно бы, чтобы доступ к этим экспертам был не только у меня, но и у моих зрителей, или слушателей. И дальше так потихонечку начала развиваться эта идея, что здорово было бы говорить... Ну, понимаешь, это получается такая терапевтическая история для меня. Мне важно было поговорить с психологом и педагогом. Я поговорила и поняла, что это классно, и этим можно еще и дальше делиться. И так это все выросло. Дальше мы делали проект на канале «Мать и дитя». Потом мы придумали канал в YouTube Туто ТВ, и уже и в Инстаграме тоже я как-то стала как мама в большей степени выражаться. Оказалось, что это востребовано, что это вполне себе коммерческие успешные истории, потому что существует огромное количество брендов, сервисов, связанных с темой родительства. И вот так мы выстрелили. А когда ты забеременела Марфой, ты уже в тот момент была мамой, условно, мамой Инстаграма, телевидения и радиовещания? Нет, когда я забеременела Марфой, я была одной из ведущих программ «Девчата», и это было очень сложно, потому что... То есть ты тогда еще была девчонкой телевидения, а не матерью? Да, я была в поиске, на самом деле, своего голоса, потому что когда я ушла с MTV, я очень сильно провалилась в этот океан безграничный большого телевидения. После этой удивительной микротеплицы, в которой каждый из нас, как орхидея, цвел своим цветом, я оказалась просто вообще в каком-то море, полном акул, моллюсков, ядовитых медуз и совершенно непонятных фарватеров. И несмотря на то, что я там работала постоянно на двух телеканалах и трех радиостанциях, люди со мной встречались, которые меня давно не видели, говорят, «Ты где?» Я никак не могла найти ни свой жанр, ни свой формат, ни свою аудиторию. И вот какое-то достаточно длительное время я провела в программе «Девчата», я не помню, сколько лет она выходила, лет пять, наверное, в эфир. И это было прям сложно, потому что... То есть это был во многом такой еще и возрастной кризис, да? Ты перешла из одной кондиции. Да, профессиональной и возрастной, да, потому что там мы оказались немножечко, как такие немножечко скорпионихи в банке. Пять очень ярких, а то семь даже, у нас же еще там ротировали, понимаешь? В кадре пять, а всего девочек там типа семь или восемь. И это было прям как в балете, знаешь. Кто прима, кто в кардебалете, а кто на скамье запасных. И все девочки очень яркие, очень харизматичные, очень талантливые, с непростыми характерами. И каждой хочется быть единственной неповторимой, а нас пятеро. И здесь нужно не высуваться, как говорят в Одессе, а все-таки играть в этот пинг-понг, пасовать, поддерживать друг дружку, немножечко подкалывать, но не оскорблять. Было очень трудно в этой, во всей истории, выстроить какое-то вообще равновесие. Вот. А в этот момент родилась Марфа, и мне было страшно тяжело, потому что я вышла на работу, когда я исполнилась полтора месяца. И у меня был, конечно, недосып, лактация, гормоны. А я сижу, значит, в платье за 300 тысяч рублей из суммы. Не хотелось пинг-понг с девочками совсем, да? Мне хотелось совсем другого. И мне продюсер орал Вуха, что ты сидишь как тургеневская девушка, что с тобой случилось? А я сижу и понимаю, что еще немножко, и я залью молоком это платье за 300 тысяч рублей, потому что у меня уже время кормления подходит, у меня вот такие вот просто дыни, а я в кадре, не могу из него выйти, а няня с Марфой по Мосфильму в колясочке ходит кругами. Самое время спросить Марфу, Марф, помнишь? Помнишь Родину, Мосфильм? Да. Нет, не помню. Марфа и Лука выросли в гримерках. И только Ваня уже имел нормальное детство. И только Ваня имел нормальное детство, да. Слава богу, к Ване я научилась так выстраивать свою профессиональную жизнь, чтобы быть достаточно независимой и позволить себе насладиться материнством. Я вас сейчас попрошу немножко помочь просто в элементарном. Я вообще, вообще, вот это вот для меня все магия абсолютно. Мы за 4 года поднаторили, да, Марф уж? Марфа научилась разбивать яйца, так, чтобы желток не растекался. Именно это я проходила в прошлой записи. А что еще было трудно, Марфа? Что ты научилась? Я научилась аккуратно резать овощи, фрукты. А не пальцы. Так. Я, в принципе, могу приготовить завтрак. Помнишь, мам, на выходных? Шашлычки фруктовые. Да. 4 года назад. Помнишь? Ну, нет, совсем недавно она вдруг вдохновилась. После целого съемочного дня мы приехали домой, и утром она нам приготовила всем завтрак. Героическая девочка. А кто вас все съедает, когда вы приготовите? Мне всегда было интересно, кто съедает результаты готовки. Съемочная группа в основном, конечно. Что-то мы везем домой, папе, с Ваней, Лукье. Но, как правило... То есть это настоящая картина. Пришли добытчицы с работой. Все сими приготовленными на съемки шашлычками. Не, Марфа постоянно что-нибудь подрезает. Знаешь, то моцареллу свезет, то какой-то бисквит вкусный с работы притащит. А помнишь, мам, мы с тобой когда готовили наггетсы, и вот этот десерт в рожке? Наггетсы, десерт, наггетсы, десерт. Помнишь? Есть отличие. Ага. Я периодически пытаюсь для себя выстроить какой-то инстаграммный рацион, чтобы мои щеки влезали в кадр все-таки в итоге. Но все это сходит на нет очень быстро. Мы считаем, что все продукты хорошие и полезные. Что вредных продуктов не бывает. Бывают вредные количества. Поэтому дети едят сладкое. Мы это кто считаем? Мы все в семье. Ну, мы взрослые. Ваня вообще считает, что если в мире есть конфеты, то нужно есть только конфеты. Но надо сказать, что за эти годы съемки в программе Марфа реально очень сильно разнообразила свои вкусовые предпочтения. У нас очень консервативные почему-то дети в еде. Вот если котлеты не из индейки, а, например, из говядины, то уже это не котлета. Или там, например, суп лапша. Если там морковка мелко порезана в лапше, то это окей. А если крупный, то уже не окей. Та же самая морковка. Очень сложно. И Марфа единственный ребенок в семье, который ест... Который видел другую еду. Знаешь, есть морепродукты, ест разные виды сыра, ест что-то со специями, любит соусы. Вот она может экспериментировать с едой. А Ваню с лукой вообще невозможно заставить. Итак, у нас есть кухонная машина. Называется «Шеф Титаниум Патисье XL». Она готовит сладкое в первую очередь. Я выбрала сегодня вафли. В первую очередь, потому что люблю их сама. Ни раз в жизни их не делала, честному скажу. Сейчас все попробую. Рецепт у меня из такой большой библиотеки Кенвуд. Он называется «Кенвуд Волт». Кроме того, машина сделана в Великобритании, поэтому ей можно доверять. Она все сделает с минимальной моей помощью. Мы сейчас будем по команде Марфы засыпать и заливать то, что у нас есть для теста. Пахнет ванилькой. Экстракт ванили? Конечно. Я вижу ее впервые, но я рада Марфу видеть, что ты вот опытная ведущая. Я нет. Ты его сразу распознала. И вот мы сливаем одну ложечку. Давай дальше. Еще я здесь вижу молоко. Яйца, топленое масло. В кухонной машине есть подсветка чаши. Впервые такое вижу. Можно самому наблюдать и контролировать качество смеси и текстуры во время приготовления. Кроме всего прочего, у нее мощный мотор, 1400 ватт. Она бесшумная. И все сделает очень быстро. Чем точнее ваши отношения с Марфой отличаются от твоих отношений с сыновьями? Мне кажется, я к Марфе отношусь более взыскательно и большего от нее требую, большего жду, чем от мальчиков. Странно, а почему? Не знаю. Мне кажется, что... Ну, во-первых, потому что, наверное, меня воспитывали такой, знаешь, валькирией. Конечно, как остановят, в горящую избу войдет. Вот это все. Я была не той девочкой, которой дули в попу, там, и вязали бантики. У меня всегда была куча обязанностей, и впереди маячила перспектива стать достойным членом общества. Поэтому как-то этот шаблон, наверное, немножечко... То есть тебя воспитывали такой эмансипированной? Очень, да. Я изо всех сил пыталась не передать это Марфе по наследству, но у меня плохо получается. Вот. И мне кажется, что я иногда бываю излишне строга, излишне... Ну, не то чтобы джаджи, да, не то чтобы я ее как-то сужу, но я чувствую, что я к ней более... У меня к ней больше требований и больше ожиданий от Марфы, чем от мальчиков. Мне кажется, что девочки... Ну, это я сужу по тебе, да, более выносливые, более сильные, чем мальчики, и у них, в принципе, больше потенциал, который ну, как-то нужно реализовать. Вот. Поэтому вот Марфа не случайно говорит, что я бываю на площадке иногда сурово. Ну, мне бы хотелось, наверное, быть с ней более мягкой и... Как-то... Ну, я мальчиком больше спускаю с рук, чем Марфе. Ты ревнуешь? Да нет. И даже к младшему брату? Нет, не ревную. Младшему брату тут вообще при чем? У нас нету такого, что младшему брату в попку дуют, а остальные... А тебе не додули, например. Нет, папа Дуни у нас какое-то, как сказать, равномерное в семье. Но, ну, не знаю. Мне просто кажется, что Марфа, она, в ней очень много силы, очень много. И я чувствую свою ответственность за то, чтобы эту силу направлять в мирное русло. Потому что иногда, ну, иногда я просто боюсь, что, знаешь, ну, если как-то немножечко не придерживать и не оформлять, это может кончиться какими-то жертвами и разрушениями в буквальном смысле слова. Ну, расскажи сама. Я не права? Права. Раньше Матвей, мой одноклассник, он в средней школе очень сильно изменился, потому что раньше он вроде был приятный в общении, немного скромный. Сейчас он всем действует на нервы в прямом смысле этого слова. Они со Стёпой парочка ещё та. Ну, дело в том, что... Пора их наказать, я чувствую. Просто один, просто когда они что-то, что-то меня пытаются как-то подеть, потом сами же от меня и убегают. Помню, как-то я сел, помню, как-то я иду к скамейке, Стёп мне взял под ножку, я упала. Он сел на меня. Так я его так дёрнула за волосы, что он со скамейки крохнулся. А зачем он сел на тебя? Просто так. Ну, кстати, интересно, что я вообще об этом впервые слышу. Марфа не из тех девочек, которые приходят из школы и говорят, мне сегодня Стёпа, он сделал мне под ножку, а потом ещё сел на меня сверху. Но я говорила не об этом, я говорила о том, как однажды Марфа бежала в столовую по коридору в школе. Однажды Марфа бежала в столовую. Все убежали, она там что-то замешкалась в классе и, в общем, догоняла свой класс. Она бежала по коридору, в это время из класса вышел первоклассник. Так я в него так врезалась? Она в него врезалась так, что выбила себе два передних зуба, а ему зашивали вот здесь вот рассечённую кость, понимаешь? Это реально пушечное ядро. Она даже когда обнимает кого-то от любви, её кости трещат. Кросят кости, да? Да, да. Но ты узнаёшь в Марфе себя? Да, очень. Очень во многом мы... Но у меня столько силы не было, сколько у неё... Я имею в виду внутренней силы. Энергетических таких, да? Ну вот это, да. Марфа очень мощный человек. Очень большой. И очень настолько... Это вот... Она как радиацию излучает, эту силу. Я в какой-то момент пыталась вести себя с Матвеем по-другому и пытаться как-то по-дружески, что ли, относиться и не кидаться сразу. Нифига не получилось. Ну, я не знала про эти сложные школьные перипетии. Дома Марфа очень спокойная, на самом деле, человек. То есть она не вспыльчивая, она не агрессивная. Она вообще, наоборот, миротворец. Просто у неё очень широкая душа. А вы вообще делитесь чем-то личным, то, что называется, женским? У вас есть вот этот момент доверия? Ты имеешь в виду какими-то именно... Как я передаю ей опыт женский? Я не знаю, как ты это делаешь. Я между... Ну, в принципе, есть какие-то вещи, о которых можно поговорить только между женщинами. Ну, как с подругой. Ну, в принципе, есть. Ну, что? Это вообще необязательно, на самом деле, для любви и близких отношений. Совершенно необязательно вот эта вот дружеская интимность. Это я просто интересна. Ну, мне кажется, что мальчика, который в тебя влюбился, лучше обсуждать с девочкой, чем с парнем. Ну, в тебя уже кто-то влюбился? Да. Ты забыла? Елисей. А, господи. Елисей прекрасен. Мальчиков мы ещё особо не обсуждаем. Марфе как-то не очень эта тема интересна. Вот. Тряпки мы совсем не обсуждаем. Ты вообще не скажешь, честно говоря, что это не особо интересно. Не особо интересно. А насколько ты маму хорошо представляешь до своего рождения? Даже до рождения Луки. Ну, мама же была как бы отдельная жизнь. Она была действительно довольно заметная. И у мамы был совершенно другой образ. Это был не образ мамы. Мама была фактически рок-стар. Например, какая музыка ей нравилась? Ну, если честно, для меня мама это мама такая, как я сейчас. Я никогда не задумывалась о том, какая она была до меня и вообще до Луки, может быть, даже. Ну, если честно, мне не хочется об этом задумываться. Тебе не интересно? Ну, нет. Не то, чтобы не интересно. Просто... Это Луки как эпоху динозавров уже примерно. Да, в Мезозойску. Просто это такая тема, то есть тебе будет очень трудно представить то, к чему ты уже привык. И вот, знаете, такой же пример. У Вани всегда стоял столик такой низкий для него. В какой-то момент его убрали. Было очень непривычно. Что столика нет? Да. И вот почти так же с представлением мамы до меня. То есть представлять маму без без вот этого кардигана и без вот этих необычной формы очков, ну, очень трудно. Марфа все-таки еще ну, все-таки больше деточка, чем отдельная личность, да? То есть мы еще очень связаны как ребенок и родитель. И когда начнется период пубертата... Сепарация. Да, возможно, Лука вот ему интереснее уже мое какое-то прошлое. Он там что-то гуглил, вот, забавлялся, смотрел на меня какие-то старые фирмы. О чем говорит про тебя? Ну, мне кажется, ему тоже сложно в принципе реально себе представить маму в недалеком от себя возрасте, да? Маму, которая там где-то угорает, танцует на концертах, поет, курит, пьет алкоголь. Как ты отнесешься к тому, что Марфа начнет слушать Моргенштерна, если еще ничего? Я не начну его слушать в этом. Мама никак не отреагирует, потому что я не начну его слушать. Потому что ты его не слушаешь или не слышала? Или ты знаешь вообще о комритете? Просто у меня папа, ведь он был музыкантом, у меня довольно неплохое музыкальное воспитание. И он тебе сказал, только не Моргенштерна. Нет, я просто занимаюсь музыкой и ну, я там, я, конечно, не очень хорошо знаю, но что-то там левым ухом что-то слышала и понимаю, что я в жизнь просто не... Ну, это не твой уровень. Я не могу сказать, что я как-то напрямую влияю на вкусы своих детей. Особенно на Луку. Пойди на него повлияй, знаешь. Ощущение, что вы все боитесь Луку. Вот у меня такое сложилось впечатление. Нет, просто Лука, он уже человек, с которым мы прошли вот эти все периоды, ну, не все, конечно, но прошли определенный острый период там какого-то познавания друг друга, границ, уважения личности и так далее. Но детям довольно сложно сказать, не слушай это, потому что это говно. Ну, почему как бы... А кто тебе... А мне нравится. Ну, после этого в первую очередь идешь и слушаешь это. Да, да. Я думаю, что мы с Валерой влияем на вкусы детей просто тем, что мы ставим им качественную музыку, рассказываем о своих музыкальных вкусах. То есть мы формируем их контент, в котором они существуют. И поэтому Лука, например, не слушает Мергенштерна не потому, что ему запрещают, а потому, что он не считает это качественным контентом. Потому что это же очень странно. Мы были такими самыми модными, самыми молодыми и самыми классными вообще в поколении, так всегда казалось. А теперь мы вдруг стали нашими родителями, но в чем-то. Да. И какое у тебя от этого ощущение? Ну, у меня мама очень яркий человек тоже, знаешь, и я ведь пошла в журналистику по ее стопам. И отчасти какая-то моя даже профессиональная идентичность сформирована, не без маминого участия. Она мне в 14 лет дала работу в своей газете. Потом в городской газете я работала юнкором. У меня была колонка, я присписала про школьную жизнь. Вот. Очень смешно. Защищала памятник Ленину, чтобы его не сносили в нашем поселке. Да. Потому что это был вообще единственный памятник на 20 квадратных километров вокруг. И мне казалось, что это хоть какой-то объект вообще культуры, искусства. Ну, подумаешь, Ленин, ну, это историческая какая-то конструкция. Он здесь простоял 50 лет, уже объект культурного наследия. Пусть стоит. Вам что больше делать, ничего? Вон, побелите лучше колонны в клубе. Ну, мне так казалось, что Ленин не виноват. Вот. Хотя сейчас, знаешь, мне приходится отвечать на Ванины вопросы, кто этот дяденька на Калужской площади и почему он там стоит. И что ты ему говоришь? Чтобы люди помнили, что он наделал. Я похожа на свою маму во многом. Но я не похожа на свою маму в том, как я воспитываю своих детей. Хотя иногда я ловлю ее интонации, иногда я прям, прям, прям прикусываю себя за язык, когда хочу сказать «нет, не хочу, есть надо». Нет такого слова «не хочу, есть надо». Ну и где-то еще. Или, например, когда я, моя мама очень мной гордилась, и иногда это выходило за рамки приличия. Она меня начинала демонстрировать каким-нибудь теткам на пляже, с которыми она только что познакомилась. в ресторане официанту что-нибудь про меня начать рассказывать. Вот мне иногда, я себя тоже иногда ловлю на том, что я начинаю как-то хвастаться своими детьми тогда, когда им это может быть не совсем комфортно или не совсем хочется быть на виду. Мы выросли на ваших передачах. Да, да. А это уже взрослые люди. Толстые, пузатые, лысые дядьки с бородой. Мам, а помнишь на Даниловском рынке случай с открыткой? Не помню. Ну, помнишь, когда мы пришли за открыткой и там была симпатичная открытка, но она продавалась в наборе. А нам сказали, для вас сделаю исключение, я на ваших передачах выросла. Помнишь? Да, да. Это приятный момент. На самом деле, я ужасно радуюсь всегда, потому что люди как-то очень искренне это делают. И, как правило, это какие-то теплые эмоции вызывает и у них, и у меня. И я всегда говорю, какой хороший вырос человек на моих передачах. Да? Вот наши вафли выглядят, они, мне кажется, образцы у людей. Да, вообще, они еще хрустящие снаружи. Сленовый сиропчик и посыпочка. Здесь кладничное варенье. Мне больше, знаешь, что... И свишневое. Меня больше поражает, когда ко мне подходят женщины, там, ну, молодые женщины, и говорят, здравствуйте, мы с сыном играем в Марфу и Тутту. Было так, ладно. Сынам пять лет, мы с ним играем в Марфу и Тутту. А вот ты думала когда-нибудь, ну, вот, слушай, они же вырастут через какое-то время, и надо будет еще раз менять вот эту вот свою профессиональную поведенческую модель. Или нет? Ну, может, уже на пенсию пойду? Ой, ладно, ты же не пугай меня. Ну, я не знаю, Ань. Ну, может, я стану какой-нибудь Матроной телевизионной. Буду, там, как Лена Малышева про какие-нибудь припарки и бодягу рассказывать. Мази для ног. Да? Почему нет? Я, честно говоря, с трудом, конечно, себе это представляю. Ну, потом Ваня еще маленький. Но... Еще поработаем. Еще поработаем, да. А там и внуки. Да, либо еще одного родим, либо внуков пошлют. Ну, нет, на самом деле, конечно, я не исключаю, что там еще пройдет лет 10, у меня опять сменится сфера интересов, и мне будет интересна какая-то другая тема, я начну ее исследовать и на этом строить свой профессиональный контент. Ну... Ты просто невероятно пассионарный человек. Мне кажется, ты как-то вокруг себя вот это пространство заряжаешь, поэтому, конечно, вы с Марфой, я думаю, у тебя такие высокие к ней запросы, потому что вы, конечно, абсолютно одной женской породой. Одной породы, да. Мне тоже так кажется. Ну, мне бы хотелось все-таки, чтобы Марфа меньше пахала, чем я. А если бы и пахала, то чтобы ей само, для нее это было в первую очередь ресурсом, каким-то удовольствием, вдохновением, а уже потом всем остальным. В конце у нас в этой программе есть небольшая совсем, маленькая игра, такая проверка на знание друг друга. Я предлагаю вам какие-то тезисы друг про друга, а вы пишете, что ваше визави, мама или Марфа, сказали бы, или как отреагировали. Итак, Марфа и школа приносят три двойки. Что говорит мама? Мама говорит много. Мама говорит, это не твои. Веди верни обратно и принести нормальные оценки. Да, да, да. Выйди иззади нормальный. Марта, ты там коротко пиши. Она правду пишет просто, понимаешь. Может быть, не летит приятную. Правда, она у тебя короткая, правда. Простая и короткая. Простая и короткая. Без завитушек. Так мы знаем, что Марфа писатель. Да, да. Развернутый ответ. Меняйтесь. А, да. Меняйтесь, читаем друг друга. Так, что говорит мама? Что мама говорит? Эх, чем помочь? Боже, какая прелесть. Марфа считает, что я скажу, не расстряйся, это просто цифры, повтори то, что не получилось. Потрясающие у вас отношения вообще. Моя курочка. Ну и ну. Ну хорошо. Так, следующее. Мама говорит, что они с папой хотят еще одного ребеночка или даже двоих. Что говорит Марфа? Тут дольше писала мама, что интересно. так. Так. Ну. Неплохо. Реакция говорит уже о многом. Ну. Ура, квартиру купите побольше. Родите девочку, а то я тут одна. Ну хорошо, мне кажется, что в принципе тут один-один. Это была Марфа и тута, мама и дочка, которые отлично знают друг друга и которые не боятся никаких сложностей ни двоек, ни новых детей, даже девочек. Это была программа «Женщины сверху», наша рубрика «Дочки матери», которую мы делаем вместе с компанией «Кенвуд». Смотрите нас раз в две недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова